Музыка Капитуляция германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, Победоносно завершена! Германия полностью разгромлена! Германия полностью разгромлена! Германия полностью разгромлена! Возле дома родного! В этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Германия полностью разгромлена! Германия полностью разгромлена! Добрый день, уважаемые гомельчане и гости нашего города! Здравствуйте, дорогие ветераны! Сегодня мы отмечаем 70-ю годовщину Великой Победы. Для всех нас этот священный праздник навсегда останется символом беспримерного мужества и силы духа нашего народа. Все дальше и дальше от нас 9 мая 1945 года. День, определивший судьбу мира. День славы и гордости за нашу страну. Наш великий народ, победивший фашизм. День радости и слез, скорби и надежд. Но даже спустя 70-летий День Победы объединяет нас, наполняет душ людей всех возрастов гордостью за свое Отечество, вдохновляясь на великое дело служения Родине. Сегодня, 9 мая, в день 70-летия Великой Победы, по главной площади нашего города пройдет парад военной техники. Перед вами ретро-колонна боевой техники незабываемых лет Второй мировой. Открываемых прохождение являлся носителем стрелкового оружия. На мотоцикл установивались сумки для боеприпасов и ЗИП. Специальные кронштейны с поворотным устройством для запрещения ручного пулемета. Стрелокомобиль, как раздалки единственной машиной этого класса, принятой на вооружение в СССР в годы войны. Бронеавтомобили активно использовали советскими войсками до конца лета 42-го года. Родинбик сменяет дождь WC-51. Американский армейский автомобиль повышенной проходимости номер Второй мировой. Тяжелый внедорожник. Универсальный солдат Великой Отечественной Полуковка, которая в прямом смысле слова честно делила с отополчанами всей тяготы войны. Кроме своего прямого предназначения по перевозке людей и грузов, ГАЗ-ААНИ вредно был задействован как платформа для установки достиженной пушки или перевета. Шасси полуковки также посвящены базой для создания целого ряда специальных автомобилей. За автомобилем следует противотанковая пушка. 57-миллиметровая пушка на момент начала войны была самой мощной противотанковой пушкой в мире. Насколько мощной, что в 1941 году орудия сняли с производства в связи с избыточной уронепроливаемостью. С появлением в 1942 году новых тяжелых ранервных немецких танков «Тигр» производство пушки было возобновлено. Главным преимуществом в борьбе против мощной и разрушительной военной машины третьего рейха стала духовная сила, мужество и стойкость нашего народа. Далеко не каждому по силу подняться в атаку в полный рост, когда кругом свистят пули, когда земля задрогается от взрывов, когда рядом лежит убитый товарищ. А наши солдаты поднимались и шли в атаку навстречу смертоносному огню. По авангарде легендарная пехота, прошедшая сквозь испепеляющее пламя войны. Знаменная группа прямо! Остальные направо! Равнение направо! Шагом марш! Шагом марш! Шагом марш! Шагом марш! КОНЕЦ 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 Уважаемые гомельчане, вашему вниманию демонстрация вооружения сухопутных войск. Парад военной техники возглавляет бронетранспортер-80, боевая колесная плавающая машина, которая сегодня представляет мотострелковые войска. Машина предназначена для защиты экипажа, десанта и внутреннего оборудования, под воздействием ударной волны при взрыве, для защиты от химического и биологического оружия. БТР-80 оборудован с 10-ю посадочными местами для размещения мотострелкового владения. Способен передвигаться за танками, преодолевать на ходу окопы, траншеи и водные преграды. Сегодня мотострелковые войска сохранили лучшие традиции советской пехоты. Перед вами СПК-конкурс «Боевая машина противотанкового комплекса». Ее основное назначение — транспортировка, наведение и запуск противотанковых управляемых ракет. Машина способна поражать ракетами как подвижные цели, перемещающиеся со скоростью до 60 метров в час, так и неподвижные цели в условиях оптической видимости. Исправно несет в свою службу противотанковая пушка МТ-12, предназначенная для уничтожения бронетанковой техники противника. Скорострельность орудия — 6 выстрелов в минуту. При этом дальность репут достигает более 8 километров. Для уничтожения навесным огнем живой силы и огневых средств противника предназначен 120-мм возимый виномет 2С-12 «Сани». Максимальная дальность стрельбы — более 7 километров. Завершает колонну самоходная артиллерийская установка 2С-3 «Акация». Полностью бронированная, с установленной на командирской башенке зенитным пулеметом машина, оборонена системой самооборудования, а также комплектована боекомплектами гаубиц и специальных снарядов с лазерным наведением. Мир и покой наших граждан в надежных руках защитников Отечества. Сила и мощь нашей страны всегда в полной боевой готовности. В самой креупролитной войне в истории человечества наши отцы и деды защитили от врага родную землю, спасли мир от фашизма. И сколько бы времени ни прошло, мы никогда не забудем подвига солдат-победителей, кровью отстоявших свободу и независимость отчизны. Субтитры создавал DimaTorzok